Здравствуйте! Сегодня я буду проводить обучение, водный урок в курс восточного танца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вытягиваем, вытянула, вытянула, вытянула и подержать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вытянусь, то есть 7 человек. И вытягиваю теперь конкурунку, которая потянется с тобой вот этот бок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И немножко ручкой вытянули назад. То есть я не задействую ни животничего, я только задействую руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Опять же я не задействую, только руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подняли. И раз. Растягиваем полностью спинку. Вот руками я растягиваю, то есть руками бока оттягиваю. И позвоночник вытянула чуть-чуть назад, не прогибаясь в пояснице. Ни в коем случае вот я вытягиваю, вот, 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 вот отсюда я все растягиваю. И в конце, наоборот, вытягиваю вперед, насколько это возможно. Вот, позвоночник, то есть не ровный, вот так вот, а вот немножко прогнутый и вытягиваю. Вперед. Первое, что мы попробуем делать, это, также нас проткнули насквозь штырем, и мы двигаем без участия тела. Старайтесь достать вот этой вот стороной бедра одну стенку и ровно в другую. То есть, вот, посмотрите, я двигаюсь на такую стенку. Вот, посмотрите, я двигаюсь только раз и два. Как будто вас давили, вас давили спереди и сзади. Вы не можете двигаться больше ни в какую сторону. Только вот раз, два, три. То есть, тянитесь этой частью к стенке, не вверх, а к стене. И раз, два, три, четыре. И пробуем круг делать. Сейчас, посмотрите, круг увожу, животик я обтягиваю. Вывожу, и живот держу. Вывожу, я рисую круг. Представьте, что у вас круг, и вы рисуете, вы хотите нарисовать здесь боком, здесь нижней частью живота, здесь этим боком. Сзади только ягодицами. Раз, вот, посмотрите, видите, я вывожу, то есть, сбоку у меня ровно, у меня придавили спереди и сзади. Теперь я максимально вывожу вперед. Теперь обратно возвращаю. Вы как доска должны быть. То есть, грудь у вас остается на уровне ваших стоп. 8-10 раз в одну сторону и 8-10 раз делаете в другую сторону. Предупреждаю сразу. Конечно, с первого раза это сделать очень тяжело. Этого нужна практика. Но вы должны это не просто пробовать, а именно стараться делать. Ощущениями, прям чувствуете, как вы рисуете круг тазом. Обязательно. Каждый раз будет лучше и лучше. С первого раза, как говорится, очень тяжело получить. Теперь непосредственно к развитию немножко талии. И вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, ваш штаб на месте, вы только тянетесь руками. Старайтесь разбить вот эту вот сторону. Потому что это движение нам понадобится потом для выхода наших бедер. Поэтому растягиваем. Рука тянется именно в полную ноги на сторону. В полу. В полу. Таких 30-40 раз. Теперь. Наши бедра. Поднимаем одну стопу. На полу пальчик. Насколько можно. И стараемся поднять вверх. Именно бедром. Вот здесь вот есть такая косточка. Вы ее можете нащупить. Вот эту косточку нужно поднять вверх. Хочу предупредить сразу. Ноги. Я считаю, что восточный танец. Я сама так танцую. Это умение правильно работать с вашими бедрами. Бедрами и тазом. А не просто трясти, как говорится, попы на полусогнутых ногах. Поднявшись на полу пальцем. Как многие делают, стоят вот так вот. Я вас буду учить арабскому. То есть восточному танцу. Где будут работать ваши бедра. Видите, у меня тело на месте. У меня работают именно сама вот эта часть. Верхняя часть бедра и таз. Я не люблю и не приветствую вот эту бедру. Поэтому начинаем. Это сложно, но это красиво. И вначале мы начнем с полу пальцев. Для того, чтобы вы почувствовали, как вот эта вот косточка будет идти вверх. Поэтому поставьте прям ручки и поднимайте раз. И возвращайтесь в ровную линию. Вот этого перекоса никуда ничего не должно идти. Чувствуйте ровно. И вверх подняли только вот этой частью. Только вот этим боком. Ровно вернулись. Раз. И. Раз. Плечи не задействованы. Раз. И. Раз. И. Раз. И еще. Не отталкивайтесь с тобой. То есть не отталкивайте. Вот этого не должно быть. Работайте только вот этой частью. Это очень вначале сложно кажется. Но постепенно, когда ваши мышцы и суставы начнут это чувствовать и привыкать, вы будете делать это уже правильно и стремиться к идеалу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Держим. Раз. Два. Прям стремитесь вверх. Смотрите, у меня все ровно. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вернули в исходную позицию, чтобы плечи, вот здесь вот, которые две косточки, вот они должны быть ровно. Теперь подняли ножку. Чуть-чуть. Не надо высоко. И попробовали. Раз. Верну. Два. Не вот это вот. Не проседайте. И. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Очень замечательно. Скажу сразу, если у вас болит задняя часть ведра и ягодица, той ноги, на которой вы стояли, значит вы делаете все правильно. Еще одно, что вы должны пробовать и к чему вы должны стремиться. Это чтобы ваше тело не сидело вот так вот на ноге, на которой вы работаете, а находилось сверху на ноге легким. То есть держите животик и спинку подтянутыми. Давайте еще раз делаем на эту ножку. Раз. Два. Спинки можно по постановке. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Подняли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Тут же другая. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Только вверх. Семь. Восемь. Посмотрите, ровно подняли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Не страшно. Вот. Скажу. Вы можете попробовать также это делать около стенки. То есть прислонитесь к стеночке, чтобы ваша спинка стояла ровно. То есть вот полностью спина касается стены, а ножка вытянута вперед. И ваш позвоночник должен быть полностью прижать к стене, чтобы вот этого не было. И попробуйте почувствовать, как бедро поднимается. Попробуйте это движение. О следующих я вам расскажу в следующем своем видео. В конце обязательно опуститесь вниз, расслабьте спинку полостью, согнули ножки, протянули, чтобы спиночка расслабилась. И вытянулись вверх. На сегодня наше занятие закончено. Спасибо и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!